в день киямата друзья которые дружили основой дружбы которых была грешность они будут что сам врагами в день киямата другу здесь передается от хазрат али родила фото 1 хадис нашего урока салали салам где говорится что когда умрут два верующих один верующий когда умирает то когда передала хам передстает то лохали начинает его вознаграждать прощает его грехи то она сразу передала хам начинает дело два за своего брата мусульманина который остался еще живым в этом мире и перед аллахом делать два что у аллах талях как ты мне показал те милости джан это которые меня ждут в раю также как ты просил мои грехи прости грехи моего брата который еще в этом мире живет и дай ему тоже возможность уйти из этого мира мусульманином с благими деяниями чтобы он видел тоже те милости рая которые мне показал в день киямата аллах таля их обоих объединяет и говорит что в этом мире вы дружили ради аллаха таля также вы друг друга восхваляли и друг друга постоянно отталкивали к тому чтобы следовать прямым путем уберегаться от неверия делать благие деяния поэтому войдите в джаннат и наоборот же когда умирают два неверующих один когда неверующий умирает перед аллахом предстает то когда аллах таля предписывает ему наказание и показывает его место в джаннами то начинает вспоминать своих друзей которые в этом мире и говорит что такой то мой друг есть по причине его я оказался в таком вествующем положении он постоянно подталкивал меня грехам в заблуждению поэтому не оставь его без этого наказания как ты мне показал то место где мне будет наказан джаннами то этого человека тоже что пусть он тоже будет наказан так же как он сбивал меня с прямого пути то смысл этого это таков что вот именно те люди которые были грешниками в этом мире они что и дружили именно их те причина дружбы было именно содействие в грехах ради чего-то греховного они объединялись какие-то меры проводили дружили ради этого то это приводит их что потому что они динка яма то сам друг другу врагами или мута кун то есть только богобоязнен богобоязнен они что как в этом мире ради аллаха таля дружили таки в день грамот они что будут другу опять друзьями останутся я и бадина хуфу на лейкум ульяма ва антум воля антум там зону у мои рабы в день грамота для вас не будет страха никакого и вы не будете опечалены аль ладина аман убиаятина те которые уверовали в мои знамения в океану мусульмин и были мусульманами воду хулильян на то анту азваджу кунтов барон радостно водите в сады и райские вы и ваши супруги youtube у алейхин бисиха фимин за хабива аквабин вафиха маташ тахил анфусу будут находить их прислуги с тарелками и стаканами которые будут созданы сделаны из золота и в райских садах будет все что пожелает ихней души ваталя зала овину ничего радуется глаз человеческий мандун фиха холидун и вы будете пребывать в этих райских садах вечно ватиль каль дженна туляти уристу муха бима кунтум там алюн это израильские сады которые мы обещали тем которые что взамен того что вы творили в этом мире благодеяния и в истории муссу алейсалям то что аллах таля когда они захотели муссу алейсалям убить аллах таля что за это их потопил в море то есть здесь имеется ввиду ученые говорят что когда какой-либо народ восставший против своего посланника и когда уже намеревается что его убить туда лох таля сам что объявляет им войну и уничтожает этот народ наслаждение бедствие либо ангела которые начинают их что уничтожать как это было с предыдущими народами народом ну халейсалям лют алейсалям народ ну худ алейсалям то есть аллах саля уничтожил их когда когда они что уже дозволенные границы пришли и начали что уже хотели уже сделать покушение на уроков посланников того времени то аллах таля за это таким образом наказывает